Субтитры создавал DimaTorzok В этом году мы завершили дорожный сезон с оценкой «Отлично», я такую оценку смело могу дать нашим дорожникам. Мы рано отторговались, хорошие ремонты провели, очень хорошие ремонты. Часть объектов у нас имеют переходящий характер. В 2016 году они будут завершены. Но в целом, вот той ситуации, когда торги проводятся в мае или в июне, а работы растягиваются до декабря, в этом году не было. Более 7 миллиардов рублей – таков совокупный бюджет дорожно-строительной компании 2015. На эти деньги в Самаре были запущены в комплексный ремонт 13 улиц. Часть из них приведена в порядок полностью. На рабочей Огибалово, Шостаковича, Венцика и площади Революции весь запланированный объем работ завершен. Здесь появились новые асфальты, тротуарная плитка, пешеходные ограждения, уличная разметка, светофоры и дорожные знаки. Часть городских дорог – Марис Тореза, юных пионеров, магистральные и другие – ремонтируются в два этапа. Как правило, это связано с большим объемом работ, перекладкой коммуникаций. Сделать все это за один строительный сезон порой невозможно технически. По этим объектам главная задача на сегодня – максимально полно подготовиться за зиму к реализации второго этапа, чтобы с первыми сухими и теплыми днями эти улицы ушли в работу. У нас 7 дорог, которые уйдут в 2016 год, ушли, они уже отторгованы и сделаны за дел на 2016 год. Это у нас улица Маяковского, это и улица Земица, это студенческий переулок. У нас это улица Магистральная, когда мы уже не будем ждать какие-либо торги, а в апреле месяце, как погодный фактор, срабатывает в нашу сторону, мы пошли работать по этим улицам. Южный мост – одна из самых востребованных в Самаре магистралей. В этом году здесь был проведен поддерживающий ремонт, а в следующем сезоне его ждет комплексная реконструкция. Еще один большой пласт работы, который остался позади – это так называемый ремонт крупными картами. Такие работы выполнены на улицах Кутикова, Каховской, Первомайской, Свободы и других важных магистралях города. Отдельного внимания заслуживает объем проделанного дорожного ремонта в отдаленных районах Самары. Так приведены в порядок Кряжское шоссе и Пугачевский тракт. Это, пожалуй, первый большой дорожный ремонт за всю историю Куйбышевского района. Важный нюанс дорожно-строительного сезона 2015 – думать не только о результате, но и об удобстве жителей. Процесс ремонта дорог сам по себе существенно осложняет жизнь горожанам. Чтобы не усугублять эти сложности, ремонт внутриквартальных проездов старались вести дневное время, а реконструкцию проезжей части улиц – напротив по ночам. Приоритет удобства горожан послужил причиной повышенного внимания главы Самары Олега Фурсова к реконструкции Московского шоссе. И хотя эта дорога находится в ведении областных властей, и ремонт ее курировал Минтранс, для города и горожан она имеет огромное значение. Весь транспортный трафик Самары завязан на эту магистраль. Для того, чтобы открыть движение по Московскому к 1 сентября, по договоренности с подрядчиком было увеличено количество бригад, и с началом учебного года дорога заработала в штатном режиме. Большой проект будущего года, задел для которого формируется сегодня – это комплексная реконструкция заводского шоссе. За этим проектом стоит не только удобство горожан, но и инвестиционная привлекательность Самары. Бизнесу, готовому зайти в промзону областной столицы, нужны хорошие транспортные артерии. Нужны удобные дороги и тротуары, и тысячам самарцев-заводчан, которые работают на крупнейших заводах города. Будет выполнен весь спектр работы, начиная от выноса существующих коммуникаций, перекладки, опять-таки, строительства участка ливневой канализации. То есть мы уберем воду с дороги, и, соответственно, сможем организовать нормальное дорожное полотно с бортом, как это положено, с пешеходными зонами и так далее. У нас есть поручение организации велодорожки там. Вообще качественно подготовиться к следующему строительному сезону – главная задача на сегодняшний день. В первую очередь это касается тех объектов, работы на которых уже начата. Улица Луначарского. Ее открытие Самара ждала в этом году, но при строительстве смычки с московским шоссе возникли технические проблемы, связанные с метрополитеном. Сейчас специалисты дорабатывают проект с учетом открывшихся обстоятельств. Говоря о планах на предстоящий год, стоит отметить новую практику, появившуюся в Самаре. Речь о частно-государственном партнерстве, когда строительная компания, ведущая жилищное строительство, оказывается заинтересована в том, чтобы к ее новому кварталу вели нормальные дороги и готова вкладывать в это деньги. Именно такая компания сейчас финансирует проектные работы по строительству дороги на улице Мичурин в районе пересечения с Революционной. Если этот опыт окажется успешным, возможно, в дорожное строительство Самары удастся привлечь дополнительные финансовые ресурсы со стороны частного капитала. Хотя, конечно, сегодня практически весь дорожный ремонт имеет бюджетное финансирование, и существенную его часть составляют вливание из областного бюджета. В одиночку сдвинуть такую махину городу было бы не под силу. Мы в текущем году подготовили проектно-сметную документацию на 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Но мы ее частями сдаем в Минтранс. Что-то уже там прошло экспертизу и подтвердили, что все правильно. Если экономика области позволит нам отфинансировать в полном объеме, то действительно будет рывок для Самары. Добротная подготовка и планирование – половина успеха. И если нам удастся сохранить взятый темп работы над дорожными проблемами, через пару лет плохие самарские дороги останутся в прошлом. Субтитры создавал DimaTorzok